Итак, народ, всех приветствую на канале Занимательное Музло. Сегодня на обзоре студийные полноформатные альбомы финской блок-метал группы Behexon. Но перед тем, как начать видео, я уже по традиции напоминаю, что все стримы теперь проходят на втором канале DeepRise. Поэтому надо перейти по верхней ссылочке в описании и подписаться на канал. И обязательно нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о стримах. Ну а теперь давайте начнем видео. Круппа под названием Behexon существует с 96-го года. И до дебютного полноформатника Ritual Saitenum 2000-го группа успела записать три демки. Ritual Saitenum, на мой взгляд, получился очень агрессивным, как по подаче, так и по звучанию. Наверное, такое впечатление складывается из-за быстрого общего темпа релиза и из-за сырого звука. В принципе, мне нравится, как звучат инструменты и слышно, что доминирует гитара. При сильной, как уже было отмечено, сырости звука хочется отметить хорошее продюсирование альбома. Нравится, как собраны песни. Здесь чередуются как совершенно хаотичные скоростные зарубы, так и эпичные мелодии, характерные для блэк металла второй волны. Присутствуют тут и гитарные соло, и клавиши. Их совсем немного, но, наверное, в данном случае это только плюс. Неперегруженность треков лишним мелодизмом только увеличивает их суровость, что для блэка, как я понимаю, немаловажно. А вот вокал, конечно, на любителя. Он абсолютно нечитаемый, представляет собой высокие вопли, которые практически постоянно сопровождают музыку. В целом, все понравилось. Финский блэк метал продолжает радовать меня все больше и больше. Жаль, конечно, что эта сцена в свое время прошла мимо меня, но, думаю, ничего страшного. Наверстаем. А вот альбом By The Blazing Of Satan это что-то уже совсем другое. Если в плане того, как собраны песни, его еще можно сравнивать с дебютником, то вот в плане звука он совершенно отличается. Здесь практически нет сырости. Саунд релиза очень плотный, я бы даже сказал сочный. Гитара полностью потеряла свой фузовый песок, но значительно приобрела в мощности. Еще мне показалось, что за стеной барабанов и гитарного перегруза теряются мелодии, которых здесь достаточно много, но их не всегда легко распознать. Но это не проблема альбома, это скорее даже придает еще большей атмосферности происходящему. Кстати, вокал здесь помимо высоких риков иногда спускается и в грубое рычание. Однако это происходит совсем редко. В целом, альбом я послушал с большим удовольствием. My Soul Focus Glory 2008 года. Очевидно, что здесь поменялась манера вокала. Стало еще более атмосферно и даже как-то зловеще. А плотность некоторых треков поражает. Это звучит и жестко, и красиво одновременно. На самом деле, очень впечатляет способность музыкантов сочетать мрачную, неторопливую таинственность с резкими брутальными всплесками. Плюс всякие хоровые завывания. Ну, это правда очень круто. На Найт Сайд и Мэй Нейшн 2012 года группа явно решила отойти от примитивных элементов, присущих сырому Блэку. И сделала упор на развитие музыкальных идей, которые заложила на альбоме My Soul of His Glory. Микс звучит прекрасно. Хорошо слышны абсолютно все инструменты. Может, до качества современных релизов самых топовых исполнителей Блэка он, конечно, не дотягивает. Но в этом определенно есть даже какой-то шарм. Я бы даже сказал, что альбом звучит как-то по-особенному. Он как будто бы впитал в себя звучание других команд. Интересен здесь и вокал. Он не является статичным для всего альбома. И его крики явно порадуют ценителей двух первых релизов Бхэксон. В целом, эту работу, конечно же, стоит прослушать. Она, может быть, и не такая мрачная, как первые релизы группы. Но что-то в ней однозначно есть. И последний студийный плавноформатник The Poisonous Pad вышел в 2016 году. Он и правда великолепен и в плане материала, и в плане идеально подобранного на мой вкус звука. И я сейчас ни капли не преувеличиваю. Альбом получился очень мощным. Да и к тому же перенасыщен большим количеством гитарных риффов, основанных на тремоло. Как в норвежском Блэк Металле второй волны. Но вот воедино они собраны скорее как у шведских коллег. Я бы разделил этот альбом на две половины. Первая очень интенсивная и обрушивается на слушателя шквалом барабанных ударов и густым гудением гитар. А вторая больше стремится к среднему темпу, что делает ее атмосферной, но периодически треки все-таки срываются в скорость. Этот релиз я слушал с огромным удовольствием и с чувством того, чтобы Хэксон просто играючи покорили меня своим творчеством. Честно говоря, давно такого не испытывал в отношении музыки. Друзья, я продолжаю изучать и обозревать финскую Блэк Метал сцену и пока все, что я нашел было восхитительно. Поэтому хочу поблагодарить людей, которые в комментариях направляют меня на пути финского Блэк Металла. На этом, пожалуй, все. Увидимся на стриме в пятницу. Не забывайте подписываться на второй канал, где эти стримы, собственно, сейчас и проходят. И нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о стримах. Ну и спасибо всем, кто смотрит мои ролики, ставит лайки, пишет комментарии и, конечно же, подписывается на канал. А с вами был Депрайс. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!